Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о автоматизации процесса в бизнесе по аренде квартир по суточным. Первое, что мы должны понимать, это структура проекта. Да, в данном случае у нас есть пять менеджеров и один бухгалтер, который выставляет чита. Какова проблема на данный момент? Проблема в том, что менеджеры не могут видеть, какие квартиры у них заняты и какие свободные. Для этого мы создадим Google таблицу и при помощи нее будем регулировать до возможности накладки одного менеджера на другого. То есть мы создаем пустую таблицу, она будет состоять у нас из трех листов. Первый лист это списки, второй лист это поле отчета и третий лист, соответственно, для бухгалтера, который будет заполнять оплату предоплату. Так, лист один у нас называется списки, лист два, соответственно, это отчет и лист три это год. Далее расписание. Окей. Теперь в первом поле мы пишем список из месяцев. Январь, февраль. То есть в данном случае у нас будет выпадающий список из этих данных. Мы сразу присвоим его имя, назовем месяцы. Готово. Вот. Далее нам необходимо создать отчет таблицы. Первый это у нас будет данные проверка данных, выпадающий список. Выбираем настроить проверку данных, значение с диапазона и выбираем наш список. Обратите внимание, при протяжке нужно, чтобы именно диапазон был. Не как в данном случае одна ячейка, а именно диапазон. Окей. Сохраняем. И в поле отчета у нас появляется выпадающий список, его можно отметить желтым цветом, чтобы он был более наглядный. Его можно принести сюда. То есть здесь менеджер будет смотреть, да, за какой именно период, да, ему нужно взять отчет. Далее пойдут у нас первые колонки. Она у нас будет максимально широкая. Это адреса квартир. Можно, допустим, сделать улицу Ленина. Один. Принцип не важен, да, здесь они уникальные должны быть, это самое главное. Для примера возьмем 20 квартир. Теперь выделяем Ctrl-Shift право, нажимаем «Вставить справа» 25. Вставили. Возвращаемся. Еще раз выделяем. И здесь делаем «Изменить ширину столбцов» делаем на 21. Окей. У нас получаются ячейки с клетками, имеющие плюс-минус одинаковый размер. Далее здесь мы устанавливаем количество дней 31. Для того, чтобы таблица работала быстрее, остальные колонки мы просто убираем. И так же внизу. Если вам нужно больше, можно оставить небольшой запас, там в районе 30. В данном случае больше нам не нужно, поэтому мы тоже убираем. Удаляем строки. Теперь у нас получилась таблица, в которой мы можем выбирать диапазон дат, да, и, соответственно, где находятся наши периоды. Окей. Само расписание у нас будет ссылаться на лист 1, да, отчет, с данной ячейки. То есть ячейки А2, так как в первом столбце у нас будет... Соответственно, здесь мы пишем А3 и растягиваем вниз на 30 позиций, на 20. Есть. После чего нам необходимо закрепить первый столбец. Да, теперь при протяжке вправо он меняться не будет. Далее пишем первое число месяца. В гугл таблицах необходимо писать через слэш 0101-2020. И далее, соответственно, можно сделать двумя вариантами. Или каждый следующий прибавлять единицу, или к первой ячейке прибавлять номер столбца. В данном случае будем использовать столбец. Копируем данную формулу и вставляем вправо. Получилось до 25.01. То есть за счет того, что количество столбцов изначально в гугл таблице ограничено, нам необходимо вставлять их вправо. Обратите внимание, если мы будем нажимать F4, у нас будет автоматически повторяться последнее выполненное действие. В данном случае у нас была вставка столбцов. После того, как мы вставили столбцы, Ctrl-Shift вправо, Ctrl-V. И теперь находим место 31.12. Ок. В данном случае нашли ячейку. И убираем все остальные даты, которые находятся вправо. Они нам не нужны. Удалили столбцы. Далее. Делаем расширение вниз. Делаем все границы. То есть защищаем диапазон. То есть диапазон данный может редактировать только бухгалтер. Здесь, соответственно, будет список, кто может редактировать. Здесь вы ставите бухгалтера и себя. И нажимаете готово. То есть менеджеры здесь сделать ничего не могут. Ок. Далее нам необходимо сделать случайную выборку. Для этого мы будем использовать функцию выбор, которая нам поможет это сделать. Удаляем лишние строки. И пишем равно выбор. И здесь пишем случай между. То есть будет случайный выбор между 1 и, допустим, 3. Ну или 1, 5 можно сделать. Вот и дальше. Перечисление оплата. Предоплата. Предоплата. Вот. И, соответственно, 3 пустых. Раз. Два. Чтобы у нас пустых все-таки было больше. Ок. Теперь делаем Ctrl-V, Ctrl-C. Копируем нашу запись. Дальше копируем весь список. Ctrl-Shift-V. Доставляем как значение. И у нас плюс-минус получилась заполненная таблица. Теперь в отчет нам необходимо подтянуть данные из расписания. Для этого мы будем использовать функцию индекс плюс поиск позиции. Где слева мы сделаем именованный диапазон. Назовем адреса. Адреса улиц. Готово. И, соответственно, по верхней назовем даты в расписании. Даты в расписании. И, соответственно, статус оплаты. Ctrl-Shift-Pravo. Называем статус оплаты. Далее мы заходим в отчет. И нам необходимо найти по данной дате до смещения на определенное количество дней. Для этого мы делаем следующие вещи. Мы пишем функцию индекс. Далее используем статус оплаты. То есть из данного именованного диапазона у нас будет подтягиваться оплата. После чего нам необходимо сделать поиск позиции. Поиск позиции. По улице. Улицу мы фиксируем по столбцу. То есть F4. Далее. Где мы будем искать? Мы будем искать адреса улиц. В этом именованном диапазоне. Тип сопоставления ставим 0. Точка с запятой. И далее нам нужно найти позицию именно той даты, которая нам необходима. Давайте перейдем на новую строку. И сделаем следующие манипуляции. То есть мы пишем функцию поиск позиции. Далее нам необходимо сгенерировать дату. Для этого мы используем ячейку, пишем функцию дата. Далее. Год у нас 2020. Ну или можно сделать, допустим, год сегодня. Далее. После этого нам необходимо сгенерировать позицию месяца. Значит, мы пишем поиск поз. Месяц у нас март. Где у нас месяца в месяце. Да, это в первом листе. Вот. И, соответственно, тип сопоставления 0. И день у нас может браться из ячейки B2, фиксированный по, соответственно, строке. Далее. Где мы ищем? Мы ищем, получается, даты расписания. Ну и тип сопоставления ставим 0. Точность сопоставления. Окей. Как мы видим, у нас появилась первая предоплата. Далее выбираем формат. И здесь обрезать текст. То есть нам не нужен здесь текст. Далее растягиваем нашу формулу вниз. И, соответственно, вправо. И получаем результат. Далее нам необходимо настроить условное форматирование правой клавишей. Далее выбираем условное форматирование. Текст точности. Предоплата. И здесь выбираем текст точности. Оплата. Готово. То есть теперь по звонку. Да, допустим, на январь. Менеджер открывает на январь, смотрит значение на январь. Если, допустим, на март, да, смотрит значение на март, они у него автоматически формируются. Также, если мы возьмем условное форматирование, выберем цвет заливки такой же, как текст, да, такой же, как и цвет заливки, у нас получится вот такой график. Можно, кстати, сделать зеленым, например, чтобы немного отвечалось. То есть здесь уже как бы на любителя. Любой из менеджеров может выбрать месяц, посмотреть, да, когда у него свободно. Допустим, на октябрь, да, спортсмены хотят заехать там в 7 числа 8 комнат. Да, он видит, что здесь, здесь, да, здесь и здесь. Как раз 8. То есть он может в эти промежутки поставить, да, соответственно, отправить бухгалтеру отчет, и он ему на основании этого выдаст результат. Далее нам необходимо написать количество дней. Допустим, для февраля я видим, что у нас везде они считаются для 31. Что в этом случае нам необходимо сделать? Нам необходимо использовать функцию конмесяца. Далее также сформировать дату. Да, это у нас сегодня, к примеру. И для того, чтобы он показал конец месяца на сегодня, мы используем ноль. Да, то есть у нас 31.10.2020. Это мы получили. Теперь за место today мы генерируем нашу дату. Мы пишем дата. Дальше год у нас. Возьмем опять год. Сегодня. С круглыми скобками. Далее. Определяем месяц. Да, это поиск POS. Для января. В месяц это в первом листе. Соответственно, ноль. И далее используем вот. То есть нам здесь необходимо написать единицу, да, для того, чтобы он брался именно от первого месяца. И далее, когда он ставит у нас два прочерка, можно просто поставить знак пустоты, растянуть вправо. Окей. То есть к этой пустоте мы не обращаем внимания, да, то, что она не соответствует. Далее. Далее. За счет того, что у нас пустота находится, нам необходимо использовать знак пробела. Растягиваем вправо и, по идее, внизу у нас сейчас должны появиться ошибки. Они появились. Здесь, соответственно, мы дописываем функцию если ошибка. И, соответственно, если ошибка, мы просто ставим пустоту. Окей. Растягиваем вниз и растягиваем вправо. Да, у нас получается результат. Теперь смотрите, если нам нужно посмотреть на март, допустим, мы видим сразу за март. Да, если, допустим, за ноябрь, мы видим 30 числов от ноября. Теперь менеджер может смотреть, да, соответственно, распределять по статусам оплаты. Или предоплаты, да, соответственно, писать бухгалтеру, он будет заполнять и получать результат. Лист со списками можно скрыть, он не нужен. У нас останется два листа. Да, соответственно, данный диапазон мы также берем и защищаем. Называем его для разработки. Нажимаем задать разрешение и здесь ставим разрешение. Редактировать можно только вы. Готово. На этом все. С вами был Полянский Алексей. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. В комментариях напишите, пожалуйста, ключевые слова. Автоматизация бизнеса. CRM-система. И кукол-таблица. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова